МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 лет назад, в марте 1998-го, была принята Ташкентская декларация. И в соответствии с этим документом учреждена специальная программа ООН для экономик Центральной Азии. Государственными участниками СПЕКа стали Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Ее цель – содействие развитию экономического сотрудничества в регионе, интеграция стран в мировую экономику. За четверть века при содействии Европейской экономической комиссии ООН и Экономической и социальной комиссии Организации объединенных наций для Азии и Тихого океана, ЭСКАТА, были реализованы свыше 400 проектов. Они охватили сферы торговли, транспорта, энергетики, водных ресурсов, инновации, технологии, экологии и гендерного равенства. Многое за эти годы изменилось. Центральная Азия благодаря инициативам Шавкета Мерзиёева превратилась в пространство консолидации, добрососедства и дружеских отношений. И мощную точку развития. Мы видим устойчивую динамику макроэкономического роста стран-участниц программы. За последние 25 лет совокупный объем ВВП государств-участников СПЕКа увеличился в 10 раз с 47 млрд до 447 млрд долларов. А взаимная торговля в 50 раз с 1 млрд до 52,5 млрд долларов. Товарооборот нашей страны с государствами-участниками СПЕКа в 2022 году достиг 8,4 млрд долларов. А за 9 месяцев 2023 составил 6,1 млрд долларов. Активно и последовательно развивая партнерство в формате многосторонних структур, Узбекистан в последние годы активизировал сотрудничество и в рамках данной программы. Целевыми ориентирами обозначено создание межрегиональных цепочек добавленной стоимости путем углубления производственной кооперации. Поощрение взаимных инвестиций. Продвижение программ развития возобновляемой и водородной энергетики. Наращивание транспортно-транзитного потенциала в регионе путем совместной реализации логистических и инфраструктурных проектов. Введение единых тарифов и кросс-транспортных преференций. И диалог ведется конструктивный. Так, при содействии Европейской экономической комиссии ООН в Узбекистане был проведен ряд мероприятий. К примеру, в ноябре 2021-го в Ташкенте в гибридном формате прошел экономический форум на тему устойчивый транспорт и торговля для развития зеленой и инклюзивной экономики после пандемии. А также 16-е заседание руководящего совета СПЕКа. По участию главы нашего государства в первом саммите специальной программы ООН для экономик Центральной Азии новые выдвинутые инициативы, отмечают эксперты, станут важным шагом для дальнейшего расширения многопланового партнерства. Итак, хронологии событий. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкет Мерзиёев в рамках программы мероприятий рабочего визита в городе Баку провел переговоры с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Лидер Азербайджана искренне поблагодарил президента Узбекистана за поддержку и личное участие в первом саммите специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Глава нашего государства в свою очередь поздравил президента Азербайджана с успешным председательством ВСПЕКа. Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства. В том числе рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне. С удовлетворением отмечено, что благодаря системным и продуктивным контактам узбекско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, наполнившись конкретным содержанием. С начала года товарооборот вырос на 34%. Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, электротехнической, текстильной, энергетической отраслях, сельском хозяйстве и шелководстве. Осуществляется подготовка перспективных проектов в сфере транспорта и логистики. Лидеры двух стран также обменялись мнениями по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждены вопросы продвижения перспективных проектов в химической, энергетической, ювелирной отраслях, машиностроении, стройиндустрии и других направлениях. Подчеркнута важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарного обмена. В завершении встречи глава нашего государства пригласил президента Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время. А затем президент Республики Узбекистан Шавкят Мерзиёев принял участие в работе первого саммита специальной программы ООН для экономик Центральной Азии СПЕК. В работе мероприятия, прошедшего под председательством президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, участвовали президент Республики Казахстан Касым Джамар Такаев, президент Кыргызской республики Садыр Джапаров, президент Республики Таджикистан Эмамали Рахмон, Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Хаджам Ират Гильдим Ирадов, исполнительные секретари Европейской экономической комиссии Татьяна Молчан и Эската ООН Армида Алисджабана, а также почетные гости премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Грузии Иракли Гарибашвили, генеральный секретарь Совета Сотрудничества Арабских Государств Залива Джасим Аль Будайви. В своем выступлении глава нашего государства искренне поздравил всех участников мероприятия с 25-летием программы, которая была учреждена Ташкентской декларацией в 1998 году, а также принятием отдельной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной этой знаменательной дате. Лидер Узбекистана особо отметил плодотворное председательство Азербайджанов СПЕКа, за период которого региональное сотрудничество в рамках программы вышло на качественно новый уровень. Президент подчеркнул, что за прошедший период СПЕКа продемонстрировал свою востребованность как эффективный механизм регионального партнерства в достижении цели устойчивого развития. В рамках программы было реализовано более 400 проектов по расширению практического взаимодействия в сферах торговли, коммуникации, транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, водных ресурсов, экологии, гендерного равенства и других. Приняты стратегии по упрощению торговли и инновационному развитию. С удовлетворением отмечены укрепляющиеся в последние годы атмосфера добрососедства и доверия, углубление процессов интеграции в Центральной Азии. Сегодня со странами региона, Азербайджаном, Грузией и Венгрией мы реализуем крупные программы в области промышленной кооперации и инфраструктуры. Созданы совместные инвестиционные компании, налажены механизмы финансирования проектов. На приграничных территориях создаются современные торгово-логистические центры и специальные экономические зоны. Обратив внимание на современные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются стран региона в условиях глобальной геополитической нестабильности, лидер Узбекистана обозначил ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКа. В целях превращения программы в более действенную региональную платформу для расширения экономического сотрудничества отмечена необходимость кардинального повышения эффективности деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства. Укрепление институциональных основ программы предложено совместно с экспертами Европейской экономической комиссии ООН и ЭСКАТа разработать концепцию развития СПЕКа 2030. В целях стимулирования внутрирегиональной торговли глава нашего государства отметил целесообразность подготовки плана совместных действий, предусматривающего внедрение передового в мире опыта и практик по устранению имеющихся барьеров и гармонизации сфер технического регулирования экспортно-импортных операций. Принятие таких мер, по словам лидера Узбекистана, позволит довести товароборот в регионе СПЕКа с нынешних 52 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году. Долю промышленной продукции в его структуре до 70%. Почеркнута важность создания и запуска уже в следующем году целевого фонда СПЕКа для поддержки крупных проектов в сферах зеленой экономики, инновации, высоких технологий, логистики, альтернативной энергетики, умного сельского хозяйства, создание современной социальной инфраструктуры. Фонд должен активно работать с международными институтами развития, привлекать в приоритетные проекты и программы финансовые ресурсы и грантовые средства на самых выгодных условиях. Узбекистан также готов внести финансовый вклад в формирование фонда. Говоря о развитии сопряженных транспортных коридоров, президент нашей страны отметил необходимость реализации в полном объеме, принятой в ходе саммита дорожной карты по цифровизации процесса обмена данными в рамках Транскаспийского мультимодального коридора. Озвучено предложение провести в следующем году в Узбекистане международный форум «Цифровые транспортные коридоры». Также выражено намерение совместно со специализированными институтами ООН активно продвигать крупные проекты по усилению транспортной взаимосвязанности в регионе. Лидер Узбекистана предложил создать в рамках СПЕКа специальную рабочую группу высокого уровня по обеспечению продовольственной безопасности и провести ее первую встречу в следующем году в Самарканде. В повестке дня мероприятия основное место займут вопросы развития кооперационных связей между ведущими агропромышленными предприятиями, создание цепочек добавленной стоимости, стимулирование научно-технологических обменов и внедрение передовых ресурсосберегающих решений, за действование экспресс-коридоров. С учетом взаимосвязанности сфер водных ресурсов, энергетики, экологии и сельского хозяйства подчеркнута важность принятия всеобъемлющего нового концептуального документа СПЕКа – многосторонней зеленой стратегии. Согласно исследованиям ООН, из-за дефицита воды страны-регионы ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов. В будущем при усилении такого негативного процесса отсутствии комплексного решения проблем показатель водообеспеченности на душу расселения может снизиться на 25%, а урожайности на 40%, отметил президент. Отдельное внимание глава нашего государства уделил вопросам обеспечения гендерного равенства, вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность. В целях постоянного и системного стимулирования активных инициатив и конкретных планов в рамках программы предложено создать Совет деловых женщин СПЕКа. Кроме того, президент озвучил инициативу награждать в рамках Совета международной премией признание СПЕКа женщин, вносящих большой вклад в процветание и экономическое развитие стран региона. Обращаясь к коллегам, руководству Европейской экономической комиссии и ЭСКАТО, лидер Узбекистана призвал к установлению рабочих контактов и восстановлению сотрудничества с Афганистаном в рамках СПЕКа. Нельзя допустить, чтобы Афганистан остался один на один со своими проблемами. Без установления международного диалога с действующим правительством невозможно будет достичь какого-либо положительного результата. В ходе саммита лидер нашей страны выразил всем участникам особую признательность за поддержку исторического решения, принятого два дня назад в Париже, о проведении впервые в Центральной Азии, в древнем Самаркаде сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в 2025 году. В завершении своего выступления президент Шавкат Мерзиоев вновь подтвердил приверженность Узбекистана многостороннему партнерству в рамках региональной программы СПЕКа во имя обеспечения устойчивого развития и благополучия народов стран региона. Главы прибывших на саммит делегации озвучили свое видение дальнейших перспектив расширения многопланового партнерства. Узбекистан в последнее время стал в буквальном смысле передовой страной Центральной Азии и в региональном масштабе стал экономическим и политическим центром. Президенты Азербайджана и Узбекистана не просто на словах говорят о приверженности к новой политике между сторонами. Эти отношения охватывают не только двусторонние отношения, это международный масштаб, это межрегиональный масштаб. Идет вещь о расширении торговли между регионами, идет вещь о расширении сотрудничества в сфере коммуникации, построении в том числе коммуникационных коридоров в сторону Запада и в обратном направлении в сторону Востока. Лидер Узбекистана Шевкет Мирзеев везет, на мой взгляд, прагматичную и рациональную политику. Мы это можем видеть и в узбекской азербайджанской отношениях. Сотрудничество и есть главный фактор сегодня в глобализационном мире для выхода на внешнеполитический рынок. И опыт последних событий в международном масштабе показывали, что страны должны быть открыты в разных направлениях и вести сбалансированную и многовекторную внешнеполитическую деятельность, что сегодня Шавкат Мирзеев делает. Мы видим, как Узбекистан активную роль играет в организации чужих государств, что очень важно. И мы можем посмотреть на экономические, на социальные показатели республики Узбекистан. Ежегодные статистические данные дают нам основания говорить, что в Узбекистане сегодня сложилась систематичная работа по внутренней тематике и по внешнеполитической тематике. Сегодня дружба наших президентов, наших народов проявляется во всех сферах. Мы видим активное расширение партнерства в экономике, торговле и предпринимательстве. Узбекистан является ключевым государством Центральной Азии, занимает особое место в регионе. Мудрая политика, которую ведет президент Узбекистана Шавкет Марзиоев, и реформы, которые осуществляются стремительными темпами, высоко оценивают не только в регионе, но и во всем мире. И на международной арене укрепляются позиции вашей страны. Сегодня про Узбекистан говорят с самых высоких трибун. Экономика вашей страны развивается по всем направлениям. У нее очень большой потенциал. Для нас очень важно, что президент братского Узбекистана Шавкет Марзиоев лично прибыл в столицу Азербайджана для участия в саммите специальной программы ООН для экономик Центральной Азии, который призван служить развитию партнерства в таких сферах, как туризм, инновации, инвестиции. С уверенностью могу сказать, что этот визит открывает новую страницу в истории взаимоотношений Узбекистана и Азербайджана. Саммит СПЕК был организован на основе Ташкентской декларации. Я считаю, что одним из важных направлений дальнейшее развитие транспортной коммуникации. Сегодняшняя реальность, мировая реальность требует, чтобы в регионе одним из важных факторов является расширение коммуникации. И в этом направлении деятельность Узбекистана очень важна. Буквально недавно на саммите Организации экономических сотрудников проходят в Ташкенте, господин президент Узбекистана отметил, что уже Узбекистан, Азербайджан и Турция провели широкую реформу, оцифровали наши транспортные коммуникации. Это очень важно с учетом работы на будущее. И в рамках этого саммита идет широкое развитие не только коммуникационной деятельности, но и совместной деятельности в области развития зеленой энергетики. Сегодня Узбекистан является одним из важных стран в регионе, которые занимаются генерацией зеленой экологической энергетики. С учетом возможностей Узбекистана, потенциала ее солнечной энергетики, ветряной энергетики, это очень важное перспективное направление, которое тоже объединяет наши усилия. В рамках этого саммита изучены и новые возможности, открыты новые потенциалы для дальнейшего развития. Этот саммит даст дополнительный толчок для развития экономических отношений всего региона, в том числе Узбекистан и Азербайджан. Участие президента Республики Узбекистан Шавката Мрзиоева в нынешнем мероприятии открыло новую страницу в истории расширения многостороннего сотрудничества. Этот саммит вновь продемонстрировал, что политические, экономические, культурные связи между странами активно развиваются. Это событие подчеркнуло, что у нас общие устремления. Уверен, и отношения между Узбекистаном и Азербайджаном еще больше активизируются. Расширится сотрудничество. Ваша страна является нашим самым близким другом, самым надежным партнером. А встреча лидеров двух государств стала еще одним важным шагом на пути расширения сотрудничества во всех сферах. На этом рабочий визит президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Азербайджанскую республику завершился. Руководитель нашей страны вылетел в Ташкент. Редактор субтитров А.Семкин